Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи прямиком из ЧЗО Мико Сталкер, и сегодня у меня в гостях Сказочник. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре два сухпайка. На первый взгляд казалось бы, что эти сухпайки армейские, но как мы смогли выяснить, производитель данных сухпайков делает сухпайки для силовых структур. Для каких конкретно данных сухпайки мы выяснить не смогли, но если кто-то из вас знает, то напишите об этом в комментариях. Кстати, вас, наверное, мучает вопрос, почему Сказочник в костюме Монолита. Расскажи. На самом деле секрета никакого в этом нет. Мы минут 10-15, как только со съемок. Съемок новой истории, прошилу Сказочника. Без спойлеров обойдемся, я думаю, вас и так это заинтересовало. Но скоро все, сами узнаете. Скоро все выйдет, и вы сможете увидеть. Ну, как-то так. Ну, а сейчас мы приступаем к скрытию. Да, кстати, я забыл сказать, что сухпайки у нас разные. То есть... Кстати, да. У меня вариант первый, а у меня вариант другой какой-то. А у меня вроде даже не написано. Они чуть-чуть различаются даже визуально, но посмотрим. Мы сами даже не знаем, как они будут различаться. Так, сухпайок у нас идет вот в таких картонных коробочках. И они более удобно открываются, чем армейские сухпайки. Странно. Вот открывается сухпайок так, а консервы все вверх ногами. Ну, у меня сразу сполерну. Консервы в сухпайке идут самые обычные, вот такие вот. А у сказочника... В мягкую пополку. Что, как-то мне странно. Ну, возможно, у нас сухпайки для разных силовых структур. Возможно, у сказочника для Росгвардии, а у меня для какой-то другой структуры. Повидло-яблочное у меня тут сверху. Галеты высший сорт. Ну, галеты тоже не могут. Обычные галеты первого сорта. А, у тебя вот в таких, да, почтах? А у меня в таких, да? А у меня в таких, почтах. Говядина с фасолью и луком. Посмотрим, насколько она говядина. Паштет печеночный, индейка. Масса 100 грамм. О, хорошо, что не мне индейка. У меня опять говядина, только тушеная. Интересно. Икра из кабачков. Каша гречнева с говядиной. У меня тут все с говядиной. Каша рисовая с индейкой. А вот я все индейкой. Ну, тебе повезло больше. Фарш колбасный, любительский. Разогреватель поверстативный. Икра из кабачков, это я люблю. Так, ну и у меня, да, есть икра из кабачков. Повидло яблочное. А вот, смотри, действительно, вот, сухое горючее, с серой. И здесь же дороже, да. Я первый раз такой фиксирую. Ну, какой у меня, я не знаю, потому что за крутой упаковки. Ну, спички, естественно. Концентрат для напитка сухой, фруктовый, ягодный. Фруктовая палочка, абрикосовая сливовая с фундуком. Три пакетика сахара. Два пакетика сахара. Напиток молочный, сухой, быстро растворимый. Я молочный еще не пробовал. Резинка желательная. Конечно, не долг, не монолит, как у нас в магазине. Но, тоже спасибо. Концентрат для напитка тонизирующий. Адаптовид. Ну, тоже типо-юбинный. Непонятно, что-то фруктовый вкусный. Ну, витаминов целое море будет. Ну, потом лучше посмотрим. Кофе растворимый. Сахар. Я, честно, такой сахар первый раз увидел. Не встречался с какой-нибудь раз. Три влажные салфетки. Соль, перец абсолютно. Какая-то таблетка. Непонятно. Майский черный чай. Почему всегда в сухойки ложат черный чай? Почему зеленый чай? А я, кстати, не посмотрел, какой у меня. Китайский зеленый чай. Махнемся. Да, ловите ей, пожалуйста. Голосую. Давай. Тебе один черный, мне один зеленый. Да, так и сделаем. Хотя, учитывая, что я чай вообще не люблю. Паста ореховая, шоколадная. Кофе абсолютно такой же, как и всех российских. Плохой. Не вкусно. Так. Индейка-филе. Хоть бы одну консерок говяжью положили. Еще сахар. Горох с говядиной. Хоть что-то с говядиной в этом сухойке. Это, наверное, с моего перепала. Салфетки шесть штук. Обычные салфетки. Сливки. Перец. Ну и соль. Ложечки. И открывашка у меня для консеркта. А у меня пластиковая. У тебя больше повезло, то и руками можно открыть. Ну и столовые приборы. Ну мы взяли с собой железный, чтобы было поудобнее. Ну и все. Чтобы они какие-то пыльные. Вот что удивительно. Вроде бы сухопайки от одного производителя. Но почему-то у меня сухопайок вот с такими консервами. А у сказочника с более удобными и легкими. Ну у меня, видать, для действительно походных каких-то условий. А у тебя более, так сказать, городские. Наверное. Есть еще, я нашел в интернете, есть такой же сухопайок, только горный. Там все консервы идут в пакетах типа из фольги. На этот раз почему-то очень мало бумаг. А у меня, кстати, нету. Всего лишь здесь два кусочка. Тут спички, салфетки, ложки, вскрыватель. А здесь рекомендасты по употреблению рацион Акстане. А мне даже такое не положили. У меня вообще какой-то бюджетный сухопайок. Мы на самом деле очень голодные, потому что весь день на съемках и ни разу не кушали. С новой нашей истории. Ну, я, наверное, начну с индейки филе. Конечно, скую пачку галет. Я сначала думал, что это какие-то типа бублики или что-то в этом роде. Посмотрим, кстати, какой у меня разогреватель. Ну, конечно, все лучшее досталось монолиту. Слава монолиту, братья. У меня он даже рассыпался. Вы просто на это посмотрите. Что за несправедливость? Это потому что ты неверный. Так, ну и, наверное, я себе заварю юпи. Первый раз попался мне этот разогреватель. Прям очень слабенький. Прям какой-то ненадежный, честно говоря. Надо бы попробовать зажечь. Так. Так, кружки у нас свои. Юпи. А у меня что юпи? Вот эти? Ну, я попробую концентрат для напитка. Это не сидит. Как вот по мне, минус российских сухойков в том, что они не делят, ну, типа, на завтрак, обед и ужин. Как, допустим, это делали в Казахстане. Потому что они считают, что мы должны сами это делать. Ну, как по мне, это неудобно. Пахнет очень кисло. Даже пахнет кисло. Честно говоря, не пойму даже, чем пахнет. Ну, что-то приятный запах, приятный. У меня вообще оно все скомкалось. Ну, это вообще норма, мне кажется. Мне сегодня вообще, я чувствую, конкретно, с пайком не повезло. Лишь бы он был вкусный. Ну, тоже верно. Попробую разжечь, как это тут предусмотрено. Я вот, кстати, забыл, но мне, походу, сюда спички не положили. Очень здорово. Представляете, мне не положили сюда спички. Хорошо, удобненько. Мне даже спички зажали, сказочек. Я тебе с тобой своим поделюсь. Я, наверное, начну с каши гречневой, с говядиной. Я предпочитаю, неважно, как правильно, я предпочитаю скрыть сразу и разогревать уже открытую. Пахнет очень вкусно. Пахнет, 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 стал как странно. Так, ребята, ну что, начинаем пробовать. Так, у меня, что он по-кручь, у меня гречневая каша с говядиной. А у меня филе индейки. Побуем. Это не так сухо, как я думал. Выглядит оно очень сухо. Но на самом деле это не так. Так, ну у меня по филе что сказать. Очень тоже сочное. Довольно много здесь жидкости, потому что много жира было. Морковочка, перчик, все посолено. Ну, как по мне, очень-очень вкусно. Конечно, видно, что гречка не первого сорта. Но по вкусу очень приятно. Не пересолено. Не хочется добавить никаких специй. Прям все так довольно-таки сбалансировано. Прям хочется есть. Я, наверное, запью. И посмотрим, каков концентрат. Очень кисло-сладкий. Прям очень кисло-сладкий. Ну, я тоже попробую. Вот такая приятная кислинка, но он прям сильно чувствуется, эта кисло-сладкость. За свой такого не скажу. Я, наверное, все-таки еще открою галет. У меня такой сладенький, как будто чоклый компот. Ну, я устрою себе прям полноценный обед. Как бы это сделали те, кто для кого предназначен. И открою, наверное, икру из кабачков. Я последую примеру Сказочника. Вот такая тут красота. Сейчас он сила покажет. У меня, конечно, галеты не такие, как у Сказочника. Они в этой упаковке все побились. Тут только одно название от галет, тут только несколько целых. Но попробуем, какие они на вкус. Слегка, слегка пахнут маслом. Галеты, как галеты. Довольно мягкие. А визуально похоже, да? Да, но... Не, 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 не. Да, отличаются. Только, чтобы мука светлая в обоих. И я тоже открою икру из кабачков. У тебя тоже кабачковая икра? Да, у меня тоже кабачковая икра. Но удивительно, что различается по цвету. Там уже много что-то. У меня что-то подписано, у вареных. У тебя есть какая-то? Сейчас прочту. Мне больше знакома такая кабачковая икра, такого цвета, более светлого, чем здесь. Пахнет вкусно. Вообще, я не любитель кабачковой икры. Ну, у жилы более такой... Прямный запах. Надо стоит помехать. Чем у меня. Да, я бы сказал, у меня более насыщенный. У меня прям такой... Дохленький. Хотя он все же есть. Я вообще не любитель кабачковой икры. И мало ее ел. Ну, у меня она какая-то небольшой кислинкой, что ли. Дай, походу. Ну-ка, эксперт, кабачковой икры оценим. Да, у тебя она... Какой-то кислинка непонятная. Вообще непонятная. Есть какая-то кислинка, но она непонятная. Ну... А у меня только нейтральный. У меня как запах легкий такой, нейтральный. Так и вкус. У тебя есть запах сильнее. И вкус такой, какой-то более насыщенный. Слез минус по коже. Различие все равно чувствуется. По крайней мере мне. Мне кабачковая икра, в принципе, не нравится никакая. Ну что, ребята, я по 10-бальной шкале о своей консерве филе из индейки дам все 10 баллов, потому что мне лично все очень понравилось. Здесь нет ничего лишнего. Все посолено, все поперчено. И я даже практически всю консерву съел, не прикусывая ни галет, ни вот икру из кабачков. Ну, мне очень понравилось. Передаю слово сказочнику. Так, каша гречнева с говядей. Ну, я даю 8 баллов. Если даже не 7. Наверное, все-таки 7. Почему? Потому что вкус, в принципе, стандартный. Ну, конечно, не пересолено, не переперчено. Ну, и самому не хочется поперчить. По вкусовым добавкам золотая середина. Но вкус совершенно стандартный. И все-таки малость суховата. Мне захотелось все-таки открыть икру кабачковую и, опять же, запить. Поэтому 7 баллов. Но это довольно неплохо. Что касается кабачковой икры. Значит, у нас она была, в принципе, вроде как одинаковая. Даже от одного производителя. Но выглядела визуально она по-разному. У меня потемнее, у него посветлее. Возможно, у меня есть более старых кабачков. У тебя есть более свежих. Также и по запаху, и по вкусу. У меня запах такой слабенький, непримечательный. А у шилы он прям такой рисковатый. На вкус точно так же. У меня икра такая слабенькая, непримечательная. Прям такая легкая добавочка на хлеб или галету. А у шилы она с кислинкой. Она не отталкивает, но какую-то кислинку непонятную дает. Поэтому 8 баллов, 8 баллов обоим. Ну, а по напиткам трудно что-то сказать. Ну, наверное, баллов 8 за то, что у меня он не очень сладкий. Ну, может быть, я просто много воды налию. Больше похоже на теплый компот, сильно разбавленный водой. А я дам ему на раз 6 баллов. Ну, прям у него, у этого напитка, у него нет какой-то одной стороны. Или кисло, или сладкое. Она вот прям, прям кисло-сладкая. И прям, прям жестко кисло-сладкая. Даже по запаху. Видите, непонятно, что тут вообще-то запах. Очень интересно попробовать. Поэтому только 6 баллов. Попробуем. Вообще запаха не склонится все практически. А мне понравилось. Что-то очень легкое. Да, возможно, много воды налили, хотя я бы и не сказал, что можно. Легкий-легкий вкус. А мне больше напоминает просто лимонный сок с горячей водой. Как будто компот водой рождаем. Ну, как я и сказал. Ну, мне больше понравился напиток сказочника, чем ой. На вкус и цвет, как говорится. Так. Присыпаем дальше. Да. Я, наверное, тушеночку оставлю на последнюю. Сейчас будет у меня говядина с посолью и луком. Я думаю, лук должен, в принципе, присутствовать в любом блюде. А если здесь указали в названии, что он с луком, то я боюсь, что они туда этого лука напхали. Дай боже. Так, ну, паштет я оставлю на похожем. А сейчас у меня тут в наличии горох с говядиной и каша рисовая с индейкой. Ну, так как индейку я только что поел, я, пожалуй, попробую горох с говядиной. Хотя, горох люблю не очень, опять же. И тут, кстати, у консервы нету открывашки, поэтому в этот сухпайок положили вот эту открывашку. Но, как по мне, это странно. Почему бы не сделать сразу консерву с открывашкой? Мне прямо интересно, как ты сейчас изгадаться будешь. Мне вот тоже. Растолчим, чтобы не было там переливов, перезарок. Опять же, мне... Честно скажу, пахнет абсолютно, как гречка с говядиной. Ну, наверное, в общем, говядина так пахнет сильно. Мне лично горох не нравится. Я не люблю ни гороховый суп, ни пюре герохового, что там есть гороха бывает. Поэтому после его экспертного мнения по поводу этого безобразия, я бы скажу тоже свое по его блюду. Потому что он может его недооценить. Единственное, что меня радует, что здесь есть говядина. Хоть что-то с говядиной в этом суппайке. Очень странное название. Говядина с посолью и луком. Лука я здесь визуально не вижу, зато вижу здесь морковь визуально. И в составе прочитал, есть также чеснок, еще какие-то специи. Очень странное название наше суппайк. Я уже попробовал. Как я говорил, горох я не очень люблю. Но пюре, буду назвать это пюре, довольно неплохое. Если вы любите горох, то вам 100% понравится. Также здесь морковочка, тоже перчик. Посолено все хорошо. Перчить, солить не хочется. Само мясо в пюре довольно неплохое. Кстати, ребят, такую же консерву ел товарищ полковник Снегирев. А в каком видео, напишите в комментариях внимательные зрители. я сел довольно уже много, половину, наверное, и готов сказать, что очень много здесь приправы. Прямо, пока Шило говорил, я ел, мне прям хотелось уже запить. Вкусно, конечно. Бобы вкусные, чайфосоль, морковка, хорошие кусочки такие. Говядина тут прям распотрошенная, ее прям тут сгульки нос. Довольно приятно на вкус, но приправы здесь прям очень много. Есть можно, но хочется запивать. Вот, кстати, насчет говядины. у меня тоже говядины очень мало. Я вот ее всю повыедал, и здесь в принципе осталось только лишь пюре. Вот, сказочнику горох нравится, я хочу предложить ему попробовать. А Шиле нравится фасоль, поэтому мы поменяемся. попробуем. Тем более, мне это блюдо должно быть близко к сердцу. Слушай, ну, соглашусь со сказочником. Очень сильно много специй здесь, как по мне. Даже какая-то кислинка присутствует, но в целом неплохо. Но со специями явно переборщили. Здесь присутствует такой вкус, как будто то ли пока шило грел, поджарил немножко, то ли я не пойму откуда этот вкус. Но само пюре очень нежное. Хотя и с комочками. Да, мяса очень мало. Я вот даже не обратил внимания на то, что это пюре с комочками, потому что я мало ел горохов пюре. Даже не помню, когда последний раз. я ел горохов пюре в первый раз в жизни от лица снегирева в баре. Вы напишите в какой серии. Так что я тоже не особо оценитель горохов пюре, но видно, что пюре в комочках. Опять же это все вдвойне будет вкуснее на каком-нибудь польвом выходе, в рейде, в вылазке, в общем, на природе в определенных условиях. Или когда вы голодный. Ну, для каких целей этот ухвайок и создавался. так, я на разожгу пока горючее будет у меня разгораться, я открою тушеночку говяжью. от кофе чего-то большого я, честно говоря, не жду. Я еще добавлю вот такие вот сливки в кофе. Никогда не пробовал сухие сливки из сухойка. Ну, кстати, цвет у кофе прям получился как будто молока налили. Молока налили явно самый маленький. Но, честно говоря, запах у кофе лучше от этого не стал. все блюда в этом тушенке пахнут одинаково. Абсолютно. На фасоль похоже. Как будто фасоль открыл. Все пахнут одинаково. Ну, у меня выбор невелик. Осталась у меня каша рисовая с индейкой. Мы тут вспомнили, что мы не оценили наше блюдо. В общем, я свои фасоли поставлю на раз шестерочку. Она хоть и со специями у них там переборчик, но, в принципе, если запивать, можно, в принципе, кушать не смертельно и вполне можно наесться. Ну, я своему пюре дам, наверное, восьмерочку. Снижу два балла, потому что не могу полностью оценить данное пюре из-за того, что в целом не люблю горох. Но так пюре неплохое, даже с учетом, что я горох не люблю, я бы его на самом деле полностью бы съел. Я вот ем свою тушеночку и хочу сказать, что дам я ей не больше пяти баллов вообще. Соленючая, не дай бог. Удивительно, с виду выглядит даже аппетитно. В общем, тушенке ставлю пять баллов. Не знаю, я, честно говоря, уже наелся немного, но если наклоны жгуток, может и можно это съесть, запивая, заедая. Ну, соленая. Тушенка получилась соленая. Сказочник уже дал оценку тушенке, а у меня до сих пор подогревается каша. Но я думаю, буду ее снимать. пока он будет пробовать, я открою фарш колбас по-любительски. Горячая. Да, вот такие вот банки вдобавок ко всему еще очень долго остывают. В общем, каша еще не попробовал, но я вижу, что она уже очень сочная, потому что здесь довольно много сока. Так, повторюсь, у меня рисовая каша с индейкой. Довольно неплохо. Что-то, да, все белое. Рис, значит, морковь здесь я не вижу, перца не чувствую, соли тоже не чувствую. Вот она по вкусу неплохая, но, как по мне, она совсем не соленая. Мне вроде сюда соль положили, я, пожалуй, ее посолю. Ты что скажешь? Да, очень не хватает соли. Вообще, специи, в принципе, не хватает. Погашилая пытается еще раз пробовать, расскажу про кофе, прошу. Выглядел он страшно. Выглядел он страшно. Черный, прям очень черный, обычный такой коричневатенький. Тут прям тренд-форный. Я люблю более такой сладенький, но даже сюда добавил мало кахара. Запах у него, честно скажу, не очень. Как и большинство сухой кофе. И вкус такой же. Такой же не очень. Вкусом кофе я бы это не назвал сейчас. Но если нечем запивать, то в принципе лучше, чем простой водой. Наверное, есть. По моему лицу наверное тоже видно, что кофе здесь столько пахнет. 7 баллов, не больше. Пятерка. Кофе я поставлю пятерку. Прям, ну, конечно, в условиях зоны будет неплохо, с учетом того, что кофе в зоне вообще дефицит. но в условиях зоны это, мне кажется, даже роско шло. Ну, это да. Хотя сейчас, может, раньше это было бы роско, а сейчас это нормально. Зажрались сталкера, зажрались. Ну, да. Гуманолитовцы уже давно сожрались. А мы никогда и не напрягались. Ну, что ж, кашей я поставлю наверное восьмерочку. Спешу 2 балла за то, что в ней не хватало специй. Восьмерочка. Если посолить, поперчить самостоятельно, очень даже вкусная каша. Так, ну и последнее, что здесь осталось у меня в сахпаке из консерв. Это паштет печеночный и догадайтесь, какой? Индейка? А, ты уже такой. Так. Вскрываем. Абсолютно одинаково. Я бы не сказал. Визуально одинаково. Подумаешь, у меня тут дырочка внутри по цвету. У меня посветлее. Уже хочу подметить, что галетиной можно вот так противочек сделать и набрать себе фарша. Это не в каждом пайке такое можно сделать. Я вот только очень хотел подметить, что паштет очень нежный. То есть прямо так делаешь аккуратненько и вот он. Ну, я думаю, что солдаты или для кого это сухпайок. Скорее всего, это паштет ели бы на завтрак. Ну, мне так кажется. Я так делал, когда ездил на веку. на завтраке прям очень вкусно. С галетами прям и по соли, и по специям. И сам паштет очень нежный. Зашла индейка, Очень, очень. Я скажу, что мой паштет хоть здесь видно всякие жирочки, проблески всякие, но вкус абсолютно нейтральный. Не соленый? Вообще нейтральный. Легкий-легкий привкус сосисок. Вот, точно. И все. Мне тоже сосиски напоминает, но только очень легкий. Хочется побольше вкусового разнообразия. Вообще, чтобы вкус более насыщенный был. А он прям очень мягкий. У меня прям с этим все в порядке. Попробуешь моего? О, он прям очень мягкий. Так, даю немного. Да, у тебя конечно намного жестче. У тебя прям действительно паштет, а у меня прям будто сосиски рубленые. стопроцентно, Шилов сказал за свой паштет, стопроцентно фрунциал. Очень нежный. У тебя он даже немного просыпается, мне кажется. Да, как будто просто сосиски перемололи, оно подмерзлось, его в контейнер собрали и отдали. Ну, не скажу, что это невкусно или неприятно, это вкусно. Ну, я, наверное, ожидал большего. Паштету я дам оценку 10 из 10. Вот, наверное, индейка и этот паштет пока что из этого сухпайка действительно меня впечатлили. Очень вкусно. А я дам 8 баллов. Минус 2 балла за слабые вкусовые качества и, наверное, все-таки жесткость. Потому что паштета ожидал больше нежности, как вот получилось. А получилось, будто здесь большая круглая сосиска. Вот такая очень мягкая. А мы переходим к десертам. У меня кстати 2. Это фруктовая палочка абрикосово-сливовая с фундуком и стандартное повидло яблочное. Думаю, я много о нем нового не сказать не сможем. Опять же, у меня тоже идет повидло яблочное, но только у меня его в несколько раз меньше. Этот сухпайок действительно для каких-то простравшихся солдат. В общем, у меня по десерту паста шоколадная ореховая, яблочное повидло и жевательная резинка. Я повидло попробовал прямо сейчас, потому что нам надо еще чайок попробовать, кофе выливать не хочется. Я сделаю тоже. Повидло явно уже не повидло, а больше как бы это сказать, желе. Пахнет приятно, пахнет приятно. Вареньем пахнет. Вареньем Повидло в принципе есть вареньем подошел. Ух ты, а за свое я так не скажу. Ну в смысле что по цвету оно прям как повидло. Очень вкусное. Вот не ожидал. Я думал кислое будет. Повидло десятка. Просто золотая середина, слегка кисленькая и довольно сладкая без перебора. Прям идеально. мамино варенье я честно что-то. Я своему наверное тоже десятку поставлю. Вкусное сладкое прям поедло. Пахнет тоже очень вкусно. Но конечно не так сильно как сказочника. Можешь понюхать. Ну да у меня по себе пахнет. Ну у меня для кого поставлять ваш сахпалек честно украдили со склада воен а наш честно заставлен слугом великого монолита. Слава монолитам! И первый кусочек я предоставлю шуме. Ммм Ммм неплохо. Пахнет мягкий. Удивительно. Мне только по пастам твердичью. Ну а я попробую шоколадную пасту. Очень чувствуется сливом. Абрикосы вот они особо. Чем-то отдаленно напоминает нутеллу, но шоколад шоколад как по мне довольно соевый. Конечно. Но по лимону соевая будет вкусно. шоколадная ну я шоколадную чувствуется очень слива с добавлением чего-то там. Больше по вкусу я тут ничего предъявить не могу. Даже абрикос может не видно, но по вкусу тут практически одна слива. сейчас попробую с галетой. По вкусу дам 9 баллов, но один балл сниму только за то, что не чувствуется ни фундук, ни абрикос. С галетой намного вкуснее, напоминает какао, такое дешевое. Нет, 9 баллов, она очень вкусная, но не чувствуется ни фундук, ни абрикос. Но вкусно. я пасте дам семерочку. Кстати, чай удивил. Чай достаточно насыщенный и приятно пьется, не то, что кофе. За мной, кстати, сказочник поделился. Черным чаем, так как я зеленый не пью, но мне тоже чай понравился. Ну, что в его сухпайке, что в моем чай майский лежал. Только удивительно, что в мой положили только зеленый в его черный. Что за человек собирал эти сухпайки, непонятно. Руки надо бить. Я бы пола выгодил. На то, что он меня тушенку перед собой поразит. Самое главное, да, что это тушенка? Как рассчитывал? Ну, что ж, наверное, пора подвести итоги? Ну, 10 человек. Я, наверное, сухпайку с натяжкой дам восьмерочку. И сейчас начну почему. Во-первых, не положили спички. То есть, ну, если у сказочника сухое горючее сразу идет споджиком, его можно черпнуть, а оно загорается. И при этом мне еще спички положили. то мне как поджигать сухое горючее. На нем ни черкаша, ничего нет. Мне так кажется, они вот эти для сутокат сразу же вместе раскладывали и он сюда положил сухое горючее с черковом, а тебе должен был спички, но что-то попутал и спички положил туда же ко мне. Так и было, наверное. Второй косяк это вот эта вот открывашка, которая на самом деле здесь походу для вида. То есть, куда было бы проще сделать на самих консервах открывашки, чем класть такой кусок металла в стали. Что порадовало, так это паштет и, наверное, индейка. Очень вкусные консервы оказались. Каша не очень порадовала, но тоже есть можно. Но гороховое пюре я в целом не люблю, поэтому как бы особо его оценивать не буду. Ну и еще косяк это то, что положили зеленый чай. С учетом того, что зеленый чай в принципе любят не все. По мне аж два пакетика было. Ну вот, наверное, и все. Поэтому сухпайку я дам восьмерочку с натяжкой. Ну что, а я, наверное, дам своему сухпайку семерочку. Хоть он у меня был и более такой насыщенный с привилегиями, в отличие от сухпайка шилы, то дам семерку. По двум главным причинам. Первая, это все-таки пересоленная тушенка, разочаровавшая меня, и немного пересоленная фасоль. Если фасоль я еще могу в принципе съесть, что я, собственно, и делал, запивая это напитком, то говядину говядину не смогу, не смогу. Это мне больше всего расстроено. Ну и, конечно же, всегда, абсолютно всегда буду снимать балл за кофе. Потому что я люблю кофе больше, чем чай, а здесь мне чай понравился больше, чем кофе. Это же никакие ворота не имеет. Я, пожалуйста, осознание за кофе. Да, кофе действительно просто отвратительный. Еще ни один раз мне в сухпайках не попадало со вкусной кофе. Но, кстати, у меня на этом еще не все. У меня здесь лежит желательная резинка. Попробуем. А, кстати, в армийском сухпайке, если ты помнишь, лежит целый целых 10 желательных резинок, вроде бы, или 5 в такой квадратной упаковке. Не знаю. И они там вкусные. Ну, блин, тут вот такая вот подушечка одна. Пахнет. мятой пахнет. Вот жвачка действительно вкусная. Мятная. Она существует не до вкуса. Как раз таки она может быть и безвкусной. Она нужна больше для поддержания кусок пачелочного пола. Ну, на этом у меня наверное все. Мне нужно спешить защищать монолит от неверных. Поэтому спасибо за просмотр. было приятно его находиться только в гостях. Это у меня бывает не часто, к сожалению. Поэтому всем пока слава монолиту. Ох, уж эти монолитовцы. Ну что, дорогие друзья, на этом у нас все. Пишите в комментариях на какой сухпайок вы бы хотели еще увидеть обзор на этом канале. Ну, а с вами на связи был Мико Сталкер и всем пока и до новых субтитры